Я приветствую вас, дорогие братья и сестры, в этот вечер добро пожаловать на вечернее богослужение Церковь Свет Миру. Это на самом деле огромная привилегия, когда у нас у детей Господних есть возможность собраться вместе, поклониться Иисусу Христу и выразить ту сердечную благодарность за спасение, или, как апостол один говорит, неизреченный дар спасения. Это настолько дорого, настолько приятно, и поэтому верующего человека всегда влечет, влечет к тому, чтобы прославить и поклониться Господа Иисуса Христа. Я сегодня перед молитвой хотел бы напомнить фрагмент из того, что мы утром читали «Деяния апостолов», 20 глава. Речь идет об апостоле Павле, когда он призвал пресвятеров из Ефеса, начал с ними прощаться, и обычно у людей как происходит, когда прощаются, какое-то время пожили, и говорят, ну если чем обидел, прости, не вспоминай, вот, или в народе даже говорит, не поминайте лихом, да, такое неевангельское слово. Вот послушайте, что говорит апостол Павел. Поэтому свидетельствую вам, 26 текст, что я чист от крови всех, но есть причина, причина, почему апостол Павел говорит так, и он указывает на эту причину в следующем стихе, говорит так, «Ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию». Итак, внимайте себе и всему стадо, в котором Дух Святой поставил вас бестителями пости церковь Господа и Бога, которую он приобрел себе кровью своей. Он показывает на наше духовное родство, родство в крови Господа Иисуса Христа, и показывает, что человек будет чистым, если он будет возвещать волю Господню. Но для того, чтобы ее возвещать, ее нужно знать. В общем, сегодня вечером у нас есть возможность обратно погрузиться в мир Божьего Слова, в мир Его присутствия, потому что Христос с нами, Христос среди нас, и мы попросим Его, чтобы Он благословил каждого из нас. Давайте мы склоним наши головы в молитве. Милосердный Отец Небесный, мы преклоняемся перед Тобою и хотим поблагодарить Тебя за жизнь. Мы хотим поблагодарить Тебя, Господь, за то изобилие, избыток, который Ты дал нам уже здесь в плане духовном, и также даешь в плане физическом все потребное для нашей жизни. Мы благодарим Тебя, Господь, потому что спасение, которое Ты приобрел ценой собственной жизни, оно не может оцениваться нашими меркантильными человеческими мерками, потому что никто из нас не достоин. Поэтому, потому что благодатью мы спасены, и сияние от нас Божий дар не отдел, чтобы никто из нас не хвалился Господь. И мы желаем только хвалиться Тобоим. Мы желаем преклоняться перед Тобою. Мы желаем, Господь, смиряться под Твою крепкую руку, зная, что непрелестия Тави мира не могут дать нам то, что даешь нам Ты. Не могут успокоить нас, как успокаиваешь наш Ты. Не могут утешить нас, как утешаешь нас Ты. Не могут исправить нас, как исправляешь нас Ты. Не могут подготовить нас к вечности, как подготавливаешь Ты церковь свою, которую представишь перед Собою без пятна и без порока. Поэтому преклоняемся перед Тобой, милосердный Отец Небесный, за Твой неизреченный дар любви в Сыне Твоем Иисусе Христе. И благодарим Тебя за то, что тело Твое стало нашим домом. Господи, радуемся тому, что мы дети Твои, и мы просим, благослови также тех, которые еще не знают Тебя, как своего личного Спасителя. Помоги им увидеть красоту спасения, дарованного Тобою. Благослови, Господь, принятием Твоего Слова. Господь, чтоб оно растворенное верою при слове их жизни, обильный плод покаяния. Господь, милосердный, благослови этот вечер, нас, собравшихся во имя Твое, мы просим, даруй славу имени Твоему Святому, Отец, Сыне Дух Святой. Аминь. Давайте мы вместе споем, споем нашему Господу Иисусу Христу. Буду петь к Господу во всю жизнь мою. Буду я петь Ему, доколе я жив. Да, будет благоприятно петь моя. Возвеселюсь, возрадуюсь о Господе. Благослови, Господа, душа моя. Благослови, Господа, душа моя. Благослови, Господа, душа моя. Благослови, Господа, душа моя. Буду петь к Господу во всю жизнь мою. Буду я петь Ему, доколе я жив. Да, будет благоприятно петь моя. Возвеселюсь, возрадуюсь о Господе. Благослови, Господа, душа моя. 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 Благослови, Господа. Благослови, Господа, душа моя. Кто любит Господа, соединяйтесь, песня одна. Кто любит Господа, кто любит Господа, соединяйтесь, песня одна. Когда-то были совсем чужие, теперь для Бога уже свои. Кто любит Господа, кто любит Господа, в белых одеждах встретитесь вы. Кто любит Господа, кто любит Господа, в белых одеждах встретитесь вы. Нас утешает святое слово, Иисус сказал, к тому придет, кто любит Господа. Кто любит Господа, обитель чудную в сердце найдет. Проходят годы, стареют люди, но улыбнитесь, звучат слова. Кто любит Господа, кто любит Господа, готовы встретить вас в небесах. Кто любит Господа, готовы встретить вас в небесах. Садитесь, пожалуйста. Я хочу пригласить деток. Мы сейчас помолимся о том, когда они будут идти на воскресную школу. Пожалуйста, детки, проходите. Знаю, что многие детки сегодня отсутствуют, потому что они с родителями уехали на мини-вокейшн. Но кто есть, мы будем проводить воскресную школу. Хотел спросить, если кто-то желает рассказать текст, и затем мы помолимся. Окей. Ульяна, Ангелина, Аня, еще кто-то? Окей. Хорошо, давай, Анечка. Ульяна и Ангелина. Александр 6 For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him should not perish but have everlasting life. John 3, 16 Psalm 1 Blessed is the one who does not walk in step with a look or stand in the way that sinners take or sit in the company of mockers, but who is the one in the law of war and who meditates his law day and night. That person is like a tree planted by streams of water which yields its fruit in season and whose leaf does not wither whatever they do and prospers. Not so the look there like a trap that the one blows away. I'm going to talk about the story of the Bible in English and in Russian. Paul is again in prison. He is there for a long time. But in this time God will not be able to live in the earth. He loves Paul so much, but he will not save him. Paul is in jail again. He has been there a long, long time. This time God did not send an earthquake to get him out. God still loves Paul just as ever, but he did not rescue him. Sometimes God lets us have troubles too, but he still loves us too. Acts 28. Who wants to pray? Okay. A Ulyana and Iryna and Iryna? Can't they be able to Drop it in? John and Iryna and Iryna and Iryna and Iryna, God let me know how to live in Canada. Thank you for everything you did, thank you for my dad, and my wife and my sister, thank you for my daughter, Iryna and 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 Iryna. Помоги неверующим людям, чтобы они стали верующими. Дорогой, спасибо за этот день. Спасибо, что ты дал, чтобы мы собрались все тут. И чтобы всех пришли в воскресную школу, чтобы услышать Слово Господне. Благослови всех, кто болеет и кто сейчас уехал. Спасибо за все, что ты мне дал. Прости мои грехи. Аминь. Отец Милосердный, благодарим Тебя за милость, которую Ты оказываешь ко всем нам. Мы благодарны Тебе, Господь, за деток наших. Благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты даешь им возможность познавать Тебя с раннего детства. Мы просим, Господь, чтобы мы все своими семьями предстали перед Тобою и увидели Тебя таким, как Ты есть, и прославили Тебя как нашего Спасителя. Благослови сейчас уроки, занятия воскресной школы, учителям дай мудрости, деткам понимания. А нам помоги, Господь, назидаясь в Слове Твоем, прославить также Тебя, нашего Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Садитесь, пожалуйста, брат Николая, я приглашаю, он будет говорить Слово. Продолжение следует... Слава нашему Господу! Так, заклинаете я перед Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его, Царстве Его. Пробоведуй слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевайся всяким долготерпением и назиданием. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут. По своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвертят слух и обратятся к басням. Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение, исполняй служение Твое. Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение сохранил, чтение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день онный. И не только мне, но всем возлюбившим явление Его. Павел, будучи движим Духом Святым, говорит здесь откровение. Откровение о том, что будет в последнее время. Откровение, которое Бог дал ему о Его отшествии. Не всякий человек может знать, когда придет день Его отшествия. Но Павлу Бог открывал многое. И он говорит, что время отшествия моего приближается. И он предупреждает и говорит, настанут времена. Мы сегодня утром слышали в начале собрания, в начале служения о том, как Бог обращался к народу израильскому. И что Он говорил? Он говорил всем, и пророкам, и народу, и священникам, что все избратили путь свой. И Он им предлагал остановиться на путях, посмотреть на путь древний, и Его избрать, и по Нему идти. Господь нам предлагает это делать так же и сегодня. Чтобы мы посмотрели на том пути, на котором мы стоим. Посмотрели на путь древний, и Его избрали, двигались по Нему. Что происходит в современном мире, в христианстве? Господь предупреждает нас, и мы много раз об этом слышим, когда приду, найду ли веру на земле? Мы очень часто слышим там и там верующих все больше и больше. Христианство растет в своем количестве. Но Христос почему-то сказал обратное. Найду ли веру на земле? Какую веру имел в виду Господь? Я думаю, мы все понимаем. Веру, действующую любовью. Это совсем другая вера. Вера, которую можно искать и можно не найти во многих церквах. В современных церквах. Потому что любовь сейчас, она не модна. Любовь сейчас теряется. Если вы хотите жить по Слову Божьему, то вы должны понимать, что вы будете гонимы. Вас не будут принимать. В свое время Павел пришел в одно место, начал проповедовать. Народ увидел, что невыгодна им такая проповедь. Она приносит ущерб ихнему состоянию, ихнему положению в этом обществе. Они возмутили народ, побили его камнями и выволокли его за город, почитая его умершими. Вы можете себе представить такую картину. Человека забросали камнями. Иногда мы можем где-то удариться, и раз наша кость лопнула, сломали ногу, упали, руку сломали, или трещина появилась. Человека забросали камнями. Потом раскопали его, взяли, выволокли его за город, почитая умершим. А теперь смотрите, что происходит дальше. Он встал и пошел. Насколько реальна эта картина? Действительно, как это может быть? У человека, у которого должны быть все кости переломаны, все ноги переломаны, руки, ребра, все. Его забросали камнями. Потому что, когда они забрасывали камнями, то уже никто не говорил о жизни. Они считали, что он уже умер. Но он встал на свои ноги и пошел. Потому что здесь совершилось чудо Божие. Иногда в нашей жизни мы пытаемся надеяться на какие-то инчуринцы, на докторов, на еще какие-то покровительства. мы много раз слышали, на что надеялся Давид. Иные на колесницы, иные на царей ими хвалились. А он говорит, а я чем и кем хвалюсь и на кого надеюсь? На Господа Бога моего уповаю. Если мы действительно имеем эту веру, которая действует любовью, то Бог способен нас сохранить. Он говорит, что без Его воли ничего с нами не произойдет. И Он не даст нам быть испытанными сверх сил. Мы видим здесь написано, что наступят времена, когда будут избирать себе учителей, которые в стиле бы слуху. В современном, вот в нашем городе, мы имеем много церквей. И мы являемся свидетелями тому, как люди бегают по церквам, ищут себе учителей, которые бы им понравились, которые бы стили их слуху. Когда мы вникаем в Писание, то мы видим, что Христос говорит, подражайте мне, как я, как Христос говорит, подражайте мне, чтобы быть в Царстве Небесном. Павел говорит, подражайте мне, как я Христу. Поступайте в этом мире, как Христос поступал. Мы смотрим на Христа, мы читаем о Нем пророчества. Не было в Нем ни вида, ни величия, и мы ни во что ставили Его. На кого же он был похож? Если мы посмотрим на современное христианство. Мы посмотрим на современные огромные церкви. Мы заезжаем на территорию церкви, видим парковка пастыря, офис пастыря. Заходим в этот офис, если нас еще запустят туда, то там очень все хорошо и уютно. приходит ко Христу фарисей и говорит, я пойду за тобой. Он говорит, куда? Куда ты пойдешь? У меня нет ничего. Птицы имеют гнезда, лисицы, норы, а у меня даже голову негде преклонить. Кому мы подражаем? Христос просит своих учеников, идите, возьмите, вот там ослица привязанная, придите и привезите. А если кто-то скажет, то скажите, она надобна Господу. Что происходит в современных церквах? Пастырская парковка, пастырские самолеты, потому что он миссия, но миссию нужную ему летать. Как можно сказать и подражать словам Христа? Кто из вас больше будь всем слугою? Кому подражает современное христианство? Подражаем ли мы этому современному христианству? Хотим ли мы быть действительно слугами, а не господами? В свое время, когда народ имел один язык, они собрались для того, чтобы сделать себе имя. И что произошло? Помните, что произошло? Бог пришел и смешал языки. И они перестали понимать друг друга и рассеялись. Господь говорит, «Я Бог ревнитель. Я не дам славы Моей иному». Бог хочет, чтобы мы славили только Его имя, ничего другое. Не имя какого-то богослова, не имя еще кого-то. Он ревнитель. Если мы собираемся вместе, мы должны славить Господа. Мы должны благодарить и восхвалять Его имя. не имя какого-то человека, который делает какие-то определенные высказывания. Слово Божие, оно самодостаточно. И оно не нуждается в авторитете ни одного богослова. Оно отвечает само за себя. Оно живо и действенно. Господь жив. И Он пребывает там, где двое или трое собраны во имя Его. Мы можем изучать Слово Божие, заканчивать институты, колледжи, всякие серии проходить, посещать все семинары, но мы никогда не сможем понять Слово Божие до тех пор, пока Бог нам Его не откроет. Написано, кому дается знание? Любящим Бога дается знание от Него. Любящим Бога. Если мы действительно от чистого сердца любим Бога, Он обязательно даст нам знание, свое знание. И даст то знание, которое нам необходимо именно в этот момент, не завтра, не послезавтра, сегодня. Довольно для каждого дня своей заботы. И Бог нам только даст то, что нам необходимо для сегодняшнего дня. Он обещает, и Он смотрит за Своим обещанием, говорит, не дам быть испытанным вам сверх сил. Но даже когда вы искушаетесь собственной похотью, я все равно наблюдаю за этим. Я не дам вам быть испытанным сверх сил. Но в каждом испытании дам вам избавление. Нам необходимо иметь любовь к Богу. Возлюбите чистое словесное молоко. Это Писание Божие, которое самодостаточное. И благодаря вот этому Писанию без всяких добавок мы будем возрастать к чему? Ко спасению. Вникай в себя и в учение. Занимайся с ним постоянно. И таким образом спасешь себя, и слушающих тебя. Мы садимся в самолет и нам проводят инструкцию. Вот если вдруг что-то случится, то вы должны в первую очередь побеспокоиться о себе, одеть эту маску на себя. Почему? Чтобы помочь другому. Вникай в себя и в учение. Помоги себе. Поставь себя на правильное место и тогда ты сможешь помочь другим. Инструкция, которая взята от Господа. Христос Сын Божий. Христос, кто сотворил каждого из нас. Христос, который избрал всех своих детей еще прежде создания мира. Он пришел на эту землю. Принял образ раба. Стал подобным нам человеком. взял умывальницу и начал умывать ноги ученикам своим. Он говорит, а я среди вас как служащий. Кто из вас хочет быть большим? Таково положение современного христианства. Кто больше, тот сидит в офисе. Тот получает зарплату. у него есть секретар или секретарша, у него есть персонал, уборщицы и так далее и тому подобное. Это больше. Кому подражает этот больше? Христу или миру всему? Мы должны определиться, где мы находимся, в каком мире мы живем, за кем мы должны следовать, за Христом или за этим миром. Сатана снабдил современное христианство определенными средствами. И теперь по Писанию мы должны отвергнуть себя, взять крест и следовать за Христом. Большинство современного христианства говорит, не надо отвергать себя. Нужно проявить себя. Каждый человек индивидуален и каждый человек должен показать свои таланты, проявить их. И у нас даже в церквах есть талант шоу. То есть я должен поставить себя, свое имя, чтобы все знали, что я талантлив и у меня вот такой талант. Многие пишут книги, подписываются авторское, объявляют авторское право. они авторы тех или иных книг. Для чего? Для того, чтобы сделать себе имя. Мы только что смотрели, Бог дал непонимание людям. Они перестали понимать другого в мгновение, для того, чтобы они не делали себе имя. Писание говорит, тебе одному, Господи, тебе, не нам, не нам, но тебе слава. Когда мы любим Бога, то мы будем всегда искать славы только Ему. А все, что мы получаем от Него, мы уже слышали перед началом служения, все эти дары, они не от нас. Это Божий дар. Бог дает нам дары даром. Это не результат наших заслуг, это Его милость к нам. Для того, чтобы мы могли служить этими дарами друг другу, чтобы Его имя прославлялось, чтобы Ему неслась слава, не нам, не нам, имя Его слава. И когда мы будем любить Его, мы будем получать знания, может быть, мы достигнем такого состояния, как Павел, что мы будем знать и время нашего отшествия. Бог знает, как. Но тогда, когда мы будем уповать на Него, когда вера, действующая любовью, будет действовать в нас и управлять нами. Не поиск своего, не поиск славы своему имени, не поиск какого-то авторства. Мы видим, Христос говорит, я пришел исполнить волю чью? Отче, Господи, Твою волю. А когда Он исполняет волю Божью, Он не говорит, это мое. То, что видел отца, то я делаю. И Он всю славу воздает отцу. И что мы слышим, говорит отец, прославлю, прославил и еще прославлю. Он нам то же самое говорит. Ибо вознесет нас свое время. Если мы будем служить Ему усердно, если мы будем письмом читаемым, всем неузнаваемым, если мы будем искать не своего, но пользы другого, то Бог обязательно нас вознесет в свое время, когда Он посчитает это нужным. Если мы будем отдавать всю славу только Ему. Вот этой веры очень мало в этом мире. И Бог призывает нас жить этой верой, действующей любовью. Ему за все слава. Аминь. Давайте помолимся. Дивный, чудный Господь, Тебе слава, Тебе хвала за это слово, которое ты оставил для нас, за то слово, которое останавливает нас, предупреждает нас, направляет нас, наказывает нас и ведет нас вперед. За ту любовь, которую ты даровал нам во Иисусе Христе, за ту любовь, которую ты показал нам, что Он так сильно возлюбил каждого из нас, что Он дал жизнь свою на кресте. И Он хочет, чтобы мы поступали, как Он поступал. Чтобы мы могли были, чтобы мы были способны делать дела, которые Он делал. Чтобы мы шли туда, куда Он хотел идти. Чтобы мы были этим письмом читаемым и всеми узнаваемым. Чтобы имя Божие светилось и славилось во всякое время, в день посещения. Тебе слава, Господь, Тебе хвала, наполнена силой Духа Твоей стола. Дай нам быть Твоими свидетелями, быть верными до конца, потому что претерпевший до конца спасется. Тебе, Твоему имени, все будет слава. Аминь. Слава Богу за Слово Господне, за то, что и сегодня Господь, обращаясь к нам, дает нам понимание того, что на самом деле Он ожидает от каждого, кто берет свой крест и следует за Ним. Хотел обратиться к вам, братья и сестры, если у кого-то есть слово назидание или участие, пожалуйста, сейчас время, когда вы можете прославить Господа и назидать Церковь Иисуса Христа. Иисуса Христа. Господи, как величественно имя Твое по всей земле и слава Твоя простирается превыше небес, когда, взирая на небеса, делая Твоих перстов, на луну на звезды, которые Ты поставил, то что есть человек, что Ты помнишь его и Сын Человеческий, что Ты посещаешь его. Сын Человеческий, Иисуса Христа. Твоих Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok И я думаю, вы помните, братья и сестры, кто старше, потому что я иногда называю это наше такое славянское традиционное богословие, если можно так сказать. И когда наши дети начали учиться уже здесь, в этих семинарах, то здесь тоже есть такое западное богословие. И они подходят к объяснению прочь, не объясняя некоторых, не объясняя аллегорического смысла, потому что оно иногда не получается, и мы заходим в затруднения. Я вам скажу почему. Вы знаете, для того, чтобы понять те или иные прыжи, нужно как-то сделать общий анализ. Если мы сделаем этот такой общий анализ, то мы можем понять, что все прыжи делятся на три таких категории. Первая категория прыж – это прыжа истолкования. И я думаю, что я вот приведу пример, несколько прыж, которых вы с ними знакомы. И, например, прыжа истолкования – это прыжа о сеятеле. Когда Христос сказал эту прыжу, потом ученики его спросили, объясни нам значение этой прыжи, и он начал ее истолковывать. То есть он объяснил им детально, что означает тот или иной грунт, и таким образом объяснил им значение этой прыжи. То есть первая категория прыж – это прыжа истолкования. И вторая категория – это прыжа как иллюстрация. Вот Христос показывал какую-то картину, например, прыжа как иллюстрация – это прыжа о неводе и рыбе. Я думаю, я не буду ее прочитывать, я думаю, вы помните эту прыжу. И он говорит, что Царство Небесное подобно, подобно. Вот подобие – иллюстрация, но Царство Небесное подобно. Вот иллюстрация вам. И я говорю, я не буду подробно останавливаться, потому что у меня есть более ярко выраженная тема, и я хотел бы немножко поговорить об этом. Но просто для такого более детального понимания прыжи нам необходимо понимать классификацию прыжи, если можно так выразиться. И последняя категория – это прыжа сравнения. Вот, например, Христос говорит такую прыжу о птицах небесных и лилиях полевых. И вы знаете, там звучит такая самая основная истина, которую хотел провозгласить Христос, приводя вот эту иллюстрацию, как сравнение, что если Господь заботится о птицах небесных и лилиях полевых, то тем более Он позаботится о нас. Правда так, братья и сестры? Вот так более-менее я вам объяснил расклад, прыж. И вы знаете, что, наверное, самый, может быть, правильный такой подход – это не объяснять того, что не написано, наверное. Вы знаете, иногда смысл прыжи, вот как его квалифицировать, какому разрадовательности нужно искать, наверное, в контексте. Иногда есть прямое объяснение. Иногда, друзья мои, уже после прыжи мы все-таки находим истинное значение этой прыжи. Вы знаете, вот эта прыжа о десяти девах, как я уже говорил, что, может быть, мы старшим возрастом, которые были еще в наших церквах на Украине или в России или в других каких-то республиках, наверное, мы иногда слышали аллегорическое объяснение. То есть проповедники объясняли, что такое масло. И они говорили обычно, говорили, что масло – это Дух Святой. Да? Вы помните? И вы знаете, я вот думал над этим, и давайте мы вот порассуждаем. Вы знаете, вот есть богословская схема. И я думаю, что мы должны знать свое учение. Я так думаю. Потому что к этому призывает нас Священное Писание. И мы не должны принимать как-то вот какую-то богословскую схему, не рассуждая. Не рассуждая. Потому что, вы знаете, то, что нас спасает и служит нашему спасению – это откровение, то, которое мы получаем. Нельзя жить христианину, слушая, как бы она докладно не была выражена, какая-то богословская схема, и какой бы идеальный богослов за этим ни стоял, если мы не понимаем истины, и если эта истина не служит нам назидания, братья и сестры. Нельзя так. Вы знаете, нам все-таки надо как-то задумываться над Словом Божьим, как-то его анализировать. И, в принципе, служения наши, они должны иметь эту направленность. Потому что тогда только нам будет, мы поймем ценность Слова Божия, его работу в нашей жизни и в наших взаимоотношениях с нашим Господом Иисусом Христом. И, вы знаете, давайте немножко сделаем анализ или так подумаем, насколько нам это возможно, о том, является ли масло в светильниках прообразом Духа Святого. Ну, во-первых, братья и сестры, Дух Святой – это Личность. Правда же? Вы знаете, понимаете, так учат Церковь, так учат Слово Божие. И, как бы, сказать, что запастись Личностью, наверное, оно звучит как-то не так. Вы знаете, ну, вы можете сказать, что мы должны исполняться Духом Святым. Но это не значит, что у нас должно быть Духа Святого или меньше, или больше. Исполняться Духом Святым – это значит нам, нам, братья и сестры, быть под влиянием Духа Святого или меньше, или больше. Это не значит, что Духа Святого мы можем иметь меньше или больше. Но мы, я еще раз хочу повторить, потому что это важная истина. Но мы можем быть под влиянием Духа Святого. Когда апостол Павел призывает нас исполняться Духом Святым, то оно, это значит для нас, чтобы мы были более отдавали свое сердце для влияния Духа Святого и Слова Божьего. Я когда-то говорил, если вы помните церковь, проповедь, что такое исполнение Духом Святым, я не хотел бы повторять сегодня. Но! И вы знаете, я хочу сказать, я не хочу долго останавливаться на таком вот анализе, но я как-то заметил, что иногда те аллегории, которые не имеют места, они просто заводят в нас моменты такие необъяснимые. И поэтому не все притчи, вот важно понимать, вот как притчи делятся, и важно понимать контекст, с какой целью была сказана та или иная притча. И я сегодня думаю, что вот здесь аллегория, которую иногда проповедники употребляют, объясняют эту притчу, она неуместна, братья и сестры. Но все-таки нам нужно сегодня получить назидание от этой притчи, нам нужно как-то с вами сегодня определить, какая же основная цель сказания или написания этой притчи. Давайте мы подумаем об этом. Какая основная цель написания, потому что Христос же не говорил так, лишь бы говорить. Если Он говорил, значит, Он вкладывал какой-то смысл в эту притчу. И вы знаете, чтобы вас долго не затруднять, я хочу вам предложить вот эту основную цель написания этой притчи. И она записана в 13 стихе. Давайте прочтем. «Итак, бодрствуйте, потому что не знает ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». Я бы хотел вас спросить, братья и сестры, давайте вот вечер сегодня, нас не так много сегодня, давайте мы все-таки подумаем об этом. Вы согласны с тем, что основная цель написания вот этой притчи заключается в 13 стихе? «Итак, бодрствуйте». Христос провел иллюстрацию свадьбы еврейской для того, чтобы подчеркнуть нам, что нам нужно бодрствовать, потому что одна часть людей вошла на этот свадебный пир, а другая не вошла. И он подчеркивает основную и очень важную мысль. Вы знаете, мы не можем исполнять, масло не может быть преобразом Духа Святого, так как Дух Святой Личность. Я еще раз хочу повторить. Но мы можем сегодня исполняться тем, что воспроизводит Дух Святой в нас. Что воспроизводит Дух Святой в нас. Мы можем этим обладать? Можем. Поэтому, вы знаете, основная цель написания вот этой притчи, она и заключается в словах. «Итак, бодрствуйте», потому что не знаете ни дня, ни часа, в которой придет Сын Человеческий. Я, вроде и сестры, немножко оставлю вот эту притчу. Хочу вам объяснить еще таких два момента, которые связаны с молитвой. Но они тоже выражены в притчах. Потому что и здесь, наверное, мы иногда делаем ошибку. Или, так как я наблюдаю, иногда вот в христианстве и даже в протестантизме, насколько я понимаю, то иногда неправильный подход к молитве. Я вот хочу вам предложить вот Ивангелие от Луки, 11 глава из 5 стиха. И сказал им, «Положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему полночь и скажет ему, «Друг, дай мне взаймы трех хлеба, ибо друг в моей дороге зашел ко мне, и мне нечего предложить ему. А тот изнутри скажет ему в ответ, «Не беспокой меня, дверы уже заперты, и дети мои со мной на постели не могу встать и дать тебе. Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему подружбы с ним, то по неотступности его, встав, даст ему, сколько просит. И я скажу вам, просите, и дано будет вам, ищите, найдете, стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, ищущий находит, и стучащему и отворят. Какой же из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? Или когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы? Или если попросит яйцо, подаст ему скорпиона? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст вам Духа Святого, просящим у него. И еще одна прочая, вот на эту самую тему, я только хочу подчеркнуть одну мысль с этим связанную, я не буду объяснять им более так подробно. Это Иоанна Луки, 18 глава. Сказал также им притча о том, что должно всегда молиться и не унывать. Говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся, людей не стыдился. В этом городе была одна вдова. Она, приходя к нему, говорила, защити меня от соперника моего. Но он долгое время не хотел. И после сказал сам себе, хотя я Бога не боюсь, людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу его, чтобы она не приходила больше докучать мне. И сказал Господь, слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту скоро. Но Сын Человеческий, пришедший, найдет ли веру на земле? Братья и сестры, вы знаете, наверное, первое впечатление, которое иногда у нас складывается, когда мы читаем эти притчи, оно, ну, простите, может, не у всех, но иногда нам кажется, что мы слабо стучим, правда? или, может быть, знаете, как-то я болел и пришел на работу, но больной, и там подошел один человек, я с ним не был знаком, а сосед мой спрашивает меня, говорит, слушай, ты что, больной, что ты плохо выглядишь? А я говорю, ты знаешь, ну, заболел, и таблетки уже пил, ничего не помогает. Ну, так встаем. А этот незнакомый человек говорит ко мне, говорит, ты знаешь, браток, ты, напевно, мало молвишься, вера в тебя слаба. То я говорю, у меня такая вера, как у апостола Павла. А она говорит, какая вера? Ну, знаете, апостол Павел, вот, даже Тимофея не мог исцелить, правда? Он говорит, ну, простите, я на украинский скажу, он говорит, до него что, вживай, трошки, вина радует твоего желудка. Ну, не мог ли он исцелить его? Мог. Когда апостол Павел просил за себя, то Господь ему сказал, довольна себя благодатью моей, ибо сила моя проявляется в немощи. Вы знаете, Бог знает, Господь знает нас, знает наши потребности. И апостол Павел говорит, чтобы я не хвалился чрезвычайно, если откровение, дано мне жало плод, братья и сестры. Мы как-то не хотим иногда вот этого совсем учитывать. И вы знаете, первое впечатление от этих прыж, которые я прочитал, и как сказал мне этот человек, ты, наверное, слабо стучишь, можно так понять, или слабо молишься. Вы никогда, вы знаете, вы никогда как-то не думали или не ловили себя на мысли о том, что иногда, может быть, вы просите что-то Господа. Но проходит какое-то время, и он не дает вам противного. Смотрите, братья и сестры, вы знаете, вот Христос показывает иллюстрацию. В первом случае, вот в втором, в втором случае он показывает иллюстрацию, как вот здесь написано, прыща о суде неправедном. Он показывает нам эту иллюстрацию. Мы не можем сказать, что вот этот судья неправедный выступает в роли Господа. Правда, нет? Или можем? Но мы иногда так мыслим. Мы мыслим, вот надо мне как-то молиться по-другому. И некоторые люди, знаете, как стучат, так стучат. А мы как-то так. Не очень то. Братья и сестры, скажите мне, вас Господь слышит, когда вы молитесь дома, в закрытой комнате, когда вы не возвышаете голос, когда, может быть, вы молитесь, ну, я это по-русски, по-украински, по-шипке, вот как по-русски, я не могу, не знаю этого слова. Слышит он вас или нет, братья и сестры? Слышит. Правда? И вы знаете, вот как понимать эту прыщу? Вы знаете, Господь показывает одну картину, а потом показывает другую. И знаете, в чем заключается? Он показывает картину неправедного суди, который Бога не болелся, людей не стыдился, а потом говорит о себе. Бог ли не защитит избранных своих, вопивающих к нему день и ночь, хотя и медлит защитить их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. И еще один момент, друзья мои. вы знаете, все-таки нам надо как-то более анализировать и не спешить с определениями или с аллегориями, потому что мы не можем здесь поставить Господа на месте вот этого неправедного судей, хотя как-то нам вот так иногда складывается, нам надо стучать так, чтобы все-таки Он ответил. Это не значит, что нам не надо молиться и быть постоянными в молитве надо быть, потому что молитва это выражение нашей веры, практическое выражение, оно подтверждает нашу веру. Но, знаете, иногда мы что-то просим и Бог медлит, правда? Вы знаете, потому что, знаете, что Он медлит? Потому что Он знает, это будет нам не ко благу. То есть, Бог нам хочет дать хлеб, но не дать скорпиона или как там написано. Понимаете? И, может быть, надо какое-то время нам подождать, может быть, надо нам измениться в чем-то, может быть, надо нам покаяться в чем-то, братья и сестры, чтобы Господь ответил на нашу молитву. Но мы иногда, знаете, так пристаем к Богу и не хотим понимать, почему Он медлит? Потому что Он хочет дать нам хлеб, но не скорпиона. Дать нам яйцо. Он знает, что нам даст, а мы понимаем, что нам надо вот как-то так стучать. Да слышит нас Господь, братья и сестры? Слышит. Как бы мы ни взывали. Самое главное, что мы должны понимать, что у нас должны быть взаимоотношения с нашим Господом. И Он слышит нас. Он даже знает наперед. Я еще раз подчеркиваю, что это не значит, что мы не должны молиться, потому что Господь все знает. Он знает наперед еще. Мы не сказали, но Он знает, что мы скажем. Но, вы знаете, практика нашей веры должна быть засвидетельствована через наши молитвы. Давайте мы возвратимся, я не знаю, я думаю, вы поняли мысль, которую я хотел донести для вас. Вот это еще может быть объяснение прыщи иллюстрации. Ну, вы знаете, я далек от того, чтобы сказать, что мы только правильно понимаем и непогрешимо понимаем. Вы знаете, я далек от этого. И поэтому вот здесь какой-то у нас складывается какой-то опыт, какие-то знания, но главное это откровение, друзья мои. Поэтому, вы знаете, мы иногда смотрим на какие-то богословские схемы или на богословие, за которым стоит целое богословие. И мы говорим, ну, кто мы такие, что мы будем говорить свое понятие. Друзья мои, без этого мы не спасемся. Мы должны принимать это знание, но оно должно послужить нам к откровению, ко спасению. Мы должны делать анализ его. Вот об этом мы сейчас и поговорим. Итак, давайте мы возвратимся назад к этой притче. И как мы уже с вами вроде бы договорились о том, что главная цель написания этой притчи заключается в словах и так бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, который придет Сын человеческий. Вот второй вопрос. Что вы понимаете по словам бодрствовать? Давайте мы об этом все вместе подумаем, братья и сестры. Давайте мы об этом подумаем. Мне кажется, что это очень важно. Вы знаете, мы вот с женой немножко путешествовали там две недели назад. Мы ездили к сыну. Он живет в Вашингтон, Ди-Си. Ну, там, где это правительство и так дальше. Он там в этом городе живет. Это отдельная как-то префектура. Он даже не входит в никакой штат. Но неважно не это. Естественно, мы ходили на экскурсии, смотрели этот Белый дом и так дальше. Но не так далеко от этого Белого дома. Музей Библии. И мы на целый день пошли, с сыном организовал, потому что там нужно записываться, и мы пошли в этот музей. Вы знаете, это прекрасно. Во-первых, я не знал, что есть такой музей в Америке. И тем более в Вашингтоне. Там в Вашингтоне. Там, знаете, не так далеко от Белого дома. Там четыре или пять этажей, я уже не помню, пять вроде этажей, в которых ну такие огляд Библии от старого заповеда до нового. И я только запомнил один момент, так очень ярко, там на первом этаже тема целый этаж, посвящен влиянию Библии на мир. То есть импакт. И там есть один стенд, он оформлен так в виде компьютера. и там есть, значит, на этом стенде они рассказывают о том, какие слова, которые употребляются в Библии, люди найчастише шукают пояснения в социальных сетях. То есть, какие слова, которые употребляются в Библии, вот люди ищут объяснение, что это такое в социальных через интернет. Я думаю, вы поняли. И вы знаете, я, это было интересно, вы знаете, вот на какие слова, которые употребляются в Библии, ищут люди ответ в Америке. Это три слова. Любовь, молитва и апокалипсис. Вы знаете, мне стало интересно, я подумал, ну думаю, что же люди ищут в Украине. И мы там нажали на компьютере, и знаете, какие три слова, люди чаще всего употребляют сегодня те, которые употребляются в Библии, в Украине. Это вера, радость и смерть. Вера, радость и смерть, братья и сутки. Вы знаете, как-то вот совсем недавно, как перед нашим поездкой туда, вот было заседание G7 этих правителей или президентов наиболее развитых стран. И вы знаете, о чем они говорили все заседание? Об апокалипсисе. Мы как-то, может быть, не замечаем, или но то экологическое состояние вот нашей планеты, то оно заставляет их говорить об апокалипсисе. И это люди мира сего, которые раньше как-то опровергали веру в Бога и так дальше. Тем более нам ли сегодня не говорить на эту тему? Итак, братья и сестры, Христос говорит, и так бодрствуйте. Мы тоже говорим об апокалипсисе. И так бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, который придет Сын Человеческий. Вы знаете, я вот выписал для вас, чтобы представить вам такие более могут быть точные зрешения, что значит бодрствовать. И вот некоторые из них. Бодрствование противоположно пассивному состоянию, когда события идут сами по себе, а мы плывем по течению. пассивный, то есть человек не способен анализировать свое состояние и то, что вокруг его. Он просто пассивный, он не реагирует ни на что. Вы знаете, вот Христос, когда говорил эти притчи, он говорит, что мы должны реагировать, потому что будет время, когда придет Сын Человеческий. Вы знаете, вот человек, который плывет по течению, он не способен контролировать ни себя, ни свои поступки и как-то организовывать свою жизнь в том русле, в котором направляет его слово в Священное Писание. Вы знаете, вот небодрствующий человек, он не заботится о своем состоянии и тем более качественном выражении нашей христианской жизни. Ну, например, если Слово Божие говорит, что мы светло для света, то, напевно, мы должны не быть. Но иногда бывают, братья и сестры, хотя Христос сказал, что зажженный светильник не ставят под посудину, простите меня, под посудину, правда, не ставят. Но чтобы, знаете, как-то мы могли посмотреть, вот качественное выражение света, под посудину его не видно, светло, но его ставят так, чтобы он святый всем в доме. И вот бодрствующий человек, братья и сестры, он заботится о качественном выражении своей христианской жизни. Ну, или, например, если соль потеряет силу, это тоже относится к качественному выражению нашей христианской жизни или духовной нашей жизни. То чем его заменят? Ну, выбросят вон, так написано, друзья мои дорогие. И поэтому, вы знаете, я не знаю, каких вы придерживаетесь взглядов в отношении как бы сказать, вечного забеспечения, но Слово Божие говорит о том, что мы можем быть выброшены как соль, которая потеряет силу. И вы знаете, вот это прыща также представляет часть людей, которые вошли, а часть людей, которые не вошли. Ну, я не буду долго останавливаться, но второе, братья и сестры, бодрствование это состояние, которое противоположно сну. Вот как есть физический сон, я думаю, вы понимаете, когда вы бодрствуете, когда вы спите, вот так же есть духовное бодрствование. И оно, вы знаете, в духовном плане мы так же можем спать. Вы знаете, я не буду делать такой глубокий анализ, но очень много об этом пишет апостол Павел послание к ефесянам. Очень много об этом пишет. И он говорит, что мы теперь дети свитла. И мы должны приносить плод света. Плод света. Не соприкасаться, может быть, дальше мы прочем вот это. Бесплодными делами темровой. Простите, я учил на украинской мове, и так вот не могу как-то перевести сразу. чтобы более глубже открыть вам смысл бодрствования, я вот некоторые места вам буду читать, и мы дальше более глубже вникнем в смысл что значит бодрствовать. Матфея это 24 глава 42 стих. И так бодрствуйте, потому что не знайте, в который сейчас Господь ваш придет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своему. Потому и вы будьте готовы, в который сейчас не думайте придет Сын Человеческий. Вот похожая мысль, но здесь есть четко выраженная истина братья и сестры. Вы знаете, что мне особенно духовная жизнь, она напоминается один из президента в Америке говорил, что Америка должна быть городом стоящим на горе. Мне кажется, что вот Исаия, пророк Исаия говорит, расскажу вам песню про своего влюбленного, что он посадил виноградник на склоне горы, обнес его забором и чекал, что он принес добрый вырожай, он принес дикой ягоды. Он сказал, что сделаю ему, говорит, я разгоражу его. Вы знаете, что я хочу сказать, братья и сестры, вы знаете, вот иногда наша христианская жизнь, вот она напоминает знаете, хату без огорожи. Туда все попадает. бодрствующий христианин, друзья мои, он должен быть огорожен. Не все, что предлагает сегодня этот мир, должно попадать внутрь нам, потому что мы оскверняемся от этого. И поэтому, смотрите, и так бодрствуется, потому что не знаете, который сейчас Господь ваш придет. но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет, вот, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать свой дом. Я вам приведу один пример. Вы помните, вот книга пророка Даниила, там рассказывается о Вавилонском царстве. И там был, знаете, ну последний момент уже перед тем, как Вавилон завоевали Медоперсия, уже сменились царства. Вот Вавилон был таким царством, империей, а потом сменилось. Вот книга пророка Даниила это описано. Там, ну, я не буду останавливаться на этом долго. но вот отец, вот император, он или царь, да, Небонид, мне кажется, его имя было, а его сын Болтасар, он был Вавилония царем. И вы знаете, ему явилось вот это видение, помните, на стене было написано, что ты взвешен на весах и найден очень легким. И когда ему Даниил объяснил это, вы знаете, они как-то настолько покладывались на свое могущество, на укрепленный город, что они не понимали, что у них в жизнь могут прийти проблемы. И вы знаете, вот как раз там и написано, что он погиб вот в ту же ночь. Но как пал Вавилон? Вы знаете, это своего рода было, вот этот город был ну центром, может быть, цивилизации, на то время очень развитый был город, там эти подвесные сады были, там ну красота. И когда медоперсы пришли к этому городу, они не могли взять его и думали, как его взять. И вы знаете, вот там река текла в город. Что они сделали? Они взяли, поставили солдат туда и изменили русло реки. А эта река текла в стену Вавилона. И там был какое-то отверстие, наверное, я так не могу вам это точно рассказать, я так насколько считал об этом. То они изменили русло реки и отвели воду, которая текла в город, и город снабжался водой, там же не было таких водопроводов или таких систем, как сейчас, но были. И они отвели русло реки в сторону и сами вместо вот этого отверстия, которое они сделали, они прошли в город и таким образом Вавилон пал, братья и сестры. Таким образом падают и христиане, которые не бодрствуют. Вы знаете, друзья дорогие, мы как-то сегодня благодушествуем. В каком смысле? Вы знаете, когда течет вот эта река, пользоваться бы нам, пользоваться. Вот с утра текла, вечером течет. Может быть, течет тогда, когда мы дома берем в руки Библию, читаем ее. Вы знаете, дьявол очень хорошо работает с теми, которые не бодрствуют. Вы знаете, вот эти цари вавилонские, они даже себе не представляли, что это возможно. Возможно взять этот город. Но, вы знаете, дьявол, он сегодня, что он делает? Вот он видит, человек, когда не бодрствует, он ему перекрывает воду. Вы попробуйте без воды долго пожить. Вы знаете, мы иногда думаем, идти нам на вечернее служение, может быть, не идти. Что-то не так в нас, братья и сестры. Поверьте мне, если мы не дорожим вот этим словом, и вы знаете, сегодня церковь и постановление церковное, это не то, что мы можем исполнять или не можем. Слово Божие так не учит. но если есть служение церкви, то это общность в теле Христова, мы обязаны, наша обязанность, мы призваны к этому. Мы призваны к этому. И об этом говорит апостол Павел в послании к Солунианам. Вы там все Солуникистам, я извиняюсь, по-украински будет Солуниан. И он говорит, к чему церковь призвана. Он говорит об этом. И вы знаете, вот как-то часто так бывает. Но это вы знаете, что если ведал хозяин, какую стражу придет, вот, уборствовал и не дал бы подкопать дом. Вы знаете, разные случаи в нашей жизни бывают. Но я хочу только вам сегодня подчеркнуть одно. Христианин, который бодрствует, он не даст подкопать свой дом. До этого есть все причины, чтобы это не случилось. еще может быть еще может быть И И Марка это 13 глава и 34 стих. Подобно, как бы кто, отходя в путь, оставляя дом свой, дал слугам своим власть, каждому свое дело, приказал привратнику бодрствовать. Итак, бодрствуйте, а вы не знаете, когда придет хозяин дома, вечером или полночь, или пение петухов, или поутру, чтобы пришел внезапно, не нашел вас спящими. А что вам говорю всем, бодрствуйте. Вы знаете, очень важен понимать контекст, который в этих словах выраженный, братья и сестры. И контекст здесь идет разговор о великой скорби. То есть, наверное, нам нужно немножко иметь понятие об эскатологических моментах, которые объясняют нам Слово Божие. Вы знаете, мы будем благословенны, антихристы, ведь второе пришествие Христа, оно имеет как бы два периода. Это поднятие церкви и его приход на Леонскую гору, когда он придет со всеми святыми. Оно разделено временем, братья и сестры, поднятие церкви. Но вы знаете, между этими периодами будет великая скорбь. Когда придет антихрист? И если мы сегодня смотрите, если мы сделаем анализ, то последняя седьмина или первая половина последней седьмины, она будет довольно благополучной и будет решено много вопросов, которые не могли решить эти правители. Но вторая половина и называется великой скорбью. И если мы сегодня читаем откровение, и если мы можем понять, что значит, когда будет выливаться семь чаш гнева Господня, когда будет звучать семь труп, то избавил бы нас Господь от этого, друзья мои дорогие. Потому что это будет тот период, который будет очень страшным. И то, что мы сейчас еще так смотрим, что в мире там разные случаются вот эти моменты. Это только цветочки. Вы знаете, когда третий час городов, погибнет даже солнце, не будет давать своего света, как оно давало, и так далее. Вы знаете, град будет падать такой, что будет убивать людей, люди будут знать, что это наказание Господне, и будут проклинать имя Господне. Потому что будет взят уже удерживающий теперь, то есть Дух Святой. Это будет очень страшное время. И вот я не буду прочитывать, но Иисус Христос говорит об этом. И когда же увидите мерзость запустения, сказано правовиком Даниила, стоящую, где не должно, читающий и да разумеет. То есть в другой половине седьмины вот Антихрист сядет в храме и будет требовать себя почитание как к Богу. И вот тогда откроются глаза Израиля, что это не Мессия, а это лже-Мессия. И с этим связано очень много событий, я не буду об этом сейчас говорить, братья и сестры, но с того времени Израиль будет очень преследован. И вот тогда и Христос говорит, бодрствуйте в ожидании пришествия Господа, подобно как бы кто, отходя в путь, оставляя дом свой, дал слугам своей власть, каждому свое дело, а переказал привратнику бодрствовать. Итак, бодрствуйте, вы не знаете, когда придет хозяин дома вечером и полночь, или пение петухов, чтобы пришед внезапно не нашел вас пьящими. Очень важно, братья и сестры, как-то мы когда-то у нас было такое разборы, мы разбирали откровения. Знаете, там есть понятие о всадниках. Всадник на белом коне, всадник на... и вы знаете, после этого я как-то спросил одной сестры, говорю, ну как ты понимаешь? Она говорит, ты знаешь, я не все понимаю, но я понимаю только одно, что нужно быть готовым. Я не знаю, может не могу объяснить, кто этот будет всадник на белом коне, потому что есть такие толкования, есть такие, но я понял одно, поняло, как никогда раньше, что нам нужно быть готовым к пришествию Господа Иисуса Христа. И это важно, друзья мои, дорогие. Смотрите, блажен тот раб, который Господин пришел, найдет поступающим так. Как поступаешь? Потому и вы будьте готовы, по которому сейчас не думайте, придет Сын Человеческий. Кто же верный, благоразумный раб, которого Господин его поставил над слугами своими, чтобы давать пищу им вовремя. Вы знаете, я хочу сделать немножко такой анализ, братья и сестры. Вы знаете, мы, как верующие люди, у нас есть семьи. и это только один акцент, я извиняюсь, но вы знаете, наша обязанность, если мы бодрствуем, мы будем давать пищу вовремя и нашим детям. Если мы сегодня в Доме Божьем, но не знаем, где наши дети, простите, мы не бодрствующие христиане. у нас есть обязанность, как у пастырей, обязанность за церковь, за каждого члена церкви, так и нас, мы сегодня священники, братья особенно в наших христианских семьях, и мы должны, мы должны опикываться состоянием наших семей, друзья мои дорогие, давать им пищу вовремя, заботиться о них и нелегковажить этим. И это будет свидетельство о том, что мы бодрствующие христиане. Вы знаете, я, вот, может быть, еще два момента. Вы помните, мы читаем послание апостола Павла к Тимофею. Он там пишет об одной истине, очень важном. Он говорит, «Вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянным и так поступай и спасешь себя и слушающих тебя. Итак, бодрствующий христианин, братья и сестры, вы запомните, мы делаем эти заключения, и это очень важно, я не буду их повторять, но бодрствующий христиан, он акцент». И он каже так, что, каже, «Та людина, яка подивилась в зеркало, забыла, как она выглядит, то она как забудь к слухачу». Забудька. Вы знаете, когда мы смотрим в зеркало, мы знаем, тогда, как мы выглядим, что мы из себя представляем, что нам нужно поправить или как нам нужно причесаться. Я бы хотел это понимать в духовном смысле, чтобы вы понимали. И это будет свидетельствовать о том, что мы бодрствуем, что мы бодрствуем, если мы этим занимаемся, братья и сестры. Вы знаете, вот эта жизнь как-то нас настолько прессует, что мы как-то иногда, может быть, не имеем времени действительно посмотреть на себя со стороны, что мы из себя представляем. И вот дети наши иногда смотрят на нас и говорят, но служить тому Богу, которому служит мой отец, я не хочу. Мы не бодрствуем, братья и сестры. Вы меня простите, но это такая житейская правда, от которой мы никуда, мы будем ответственны за это. Апостол Павел в послании к Ефесянам пишет так. Итак, поступайте осторожно, не как неразумный, но как мудрый, дорожа временем, потому что дни лукавы. Братья и сестры, бодрствуй человек, он понимает себя, он понимает время, в которой он живет, и он понимает, чем оно характерно, и как от него дает ли сегодня Господь, братья и сестры, дает ли нам сегодня Господь средства, чтобы мы действительно были бодрствующими христианами. Дает, друзья мои, дорогие. Но если эта река, Слово Божие, благодать и Божие перекрыта, то мы не сможем быть бодрствующими христианами. Поэтому нам как-то надо дорожить тем временем, когда мы приходим на свои богослужения, особенно, когда мы вникаем в Слово Божие, нужно заниматься этим. Вы знаете, мы иногда не понимаем, почему приходят проблемы в нашей христианской семье и с нашими детьми. Не понимаем, друзья мои дорогие. Вы знаете, все-таки есть ответы Библия в Священном Писании на все наши проблемы. Есть. И просто нужно действительно дорожить Библией, дорожить Словом Божьим. Итак, поступайте осторожно. Бодрствуй человек. Знаете, апостол Павел пишет к Тимофею, говорит, благай юнаки, чтобы были целомудренными. В русском языке написано, в украинском помиркованными. Вот целомудрые, друзья мои, вот к молодым людям, наверное, более, хотя в принципе нет. Далее апостол Павел тоже пишет, что чтобы старшие сестры и старшие братья тоже были целомудренными. То есть помиркованными, разважливыми, чтобы мы как-то не спешили, друзья мои, чтобы мы как-то понимали то, что и принимали то, что нам служит ко благу и к благословению. Поэтому нам надо дорожить временем, поступать осторожно, вникать в себя в учение, заниматься этим постоянно. Я, может быть, не все моменты открыл, чтобы охарактеризировать вам, что такое бодрствование. Но если то, что я сказал, послужит вам на изъедание, я буду очень рад. Пусть благословит вас в этом Господь. Аминь. Давайте помолимся. Молитва, поклонение живому Святому Богу и вдячность за то, что ты нас крепко любишь. Ты любишь каждого из нас, Господи. И твоя любовь, она вилилася в наши сердца Духом Святым, данным нам. И в наше духовное життя пришло это великое понимание, что твоя любовь, она не имеет меж. Она доступна для нас, она цена для нас, Господи. И сегодня с твоей любовью ты даешь нам добру настанову. Как нам проходитесь час этого дочасного замешкания нашего. И мы поклоняемся славим тебе, Господи, за ту благодать, которую ты нам даешь на сегодняшний день в наших церквах, Господи. Мы вдячны тебе за слово, которое сегодня звучало, как и на раннейшем служении, так и на вечернем служении. Я тебя очень прошу, милосердный Господь, даруй, чтобы то, что мы сегодня проповедуем, то, что мы проголошуем, то, до чого сегодня сердце наше открытое, что мы рахуем великою ценностью, чтобы оно мало досконало действует в нашем жизни. И поэтому благослови нас, благослови наши христианские семьи, благослови, Господи, особенно молодых людей, чтобы они были целомудренными, помиркованными, чтобы они не застосовывались сегодня до века этого и не принимали, чтобы они не были местом, которое разгороджено, которое не имеет загорожения. Господи, а чтобы мы могли сегодня служить Тобе, могли быть тем людям, которые взяли в удал и народом святым, благослови нас в этом, благослови каждую душу, Господь, которая кличает до Тебе, которая чекает от Тебя допомоги и ласки, особенно тех, которые хворят, Господи, дай ответ каждой души, Господь, мы верим в то, что Ты всегда подосишь нам хлеб, Ты подосишь нам те, что нам нужно. И поэтому нехай из воли Твоей святой будут наши слова и наши думки. Благослови нас на цей трудовый тиждень, Господи, благослови наш вихід и наш вхід, даруй нам благословений час, коли мы знов зберемося для того, чтобы слушать Твою святую слово, поклоняться Тоби. Благослови наших братьев и сестер, которых нема с нами, возможно, по разных причинах, даруй им благословение у всему. И не больше, Господи, дай нам понимать, яка велика ласка, яка велика ціння сьогодні у Слові Твому Святому для кожної души. Благослови нас, щоб ми були якісними християнами, щоб ми дійсно могли бути світлом і будь прославленний Бог наш. Отець і Дух Святий. Амінь. Слава Богу! Сегодня Господь обращался к каждому человеку, который присутствовал на служении с нами или физически, или онлайн. Но я думаю, что Духу Святому угодно держать церковь на чеку, бодрствовать. И призыв ведет, я знаю, к зрелым, верующим людям, которые способны различать добро и зло, которые понимают, насколько это важно в этом мире сегодняшнем, понимать, что Господь требует от нас, и также быть внимательны к тому, что нам нужно отметать от себя. И сегодня и брат Николай, и брат Юрий как раз говорили о последнем времени. И вот брат Юрий сегодня говорил о десяти девах, я как-то рассуждаю, думаю, надо нам посредом после книги послания к евреям изучить Евангелие, которое было обречено к еврейскому народу. Вот, и как раз Евангелие от Матфея, которое изобилует и учением Христа, и притчами, если Бог продлит нашу жизнь, если Бог даст нам возможности, мы будем его изучать. И говоря об изучении Священного Писания, братья мои, сестры, как брат Юрий сегодня говорил, я знаю, мы иногда ссылаемся на занятость, мы не приезжаем, потому что может быть чуть далеко. Но вы знаете, это такие меркантильные оправдания, которые в плане вечности вообще не играют никакой роли. Потому что, когда мы будем давать отчет, а мы обязательно дадим отчет, как здесь уже даем отчет своему пованию на земле, то перед Богом мы точно должны будем отчитаться. У Бога все не просто так, как мы за каждое слово будем давать отчет. Очень важная тема сегодня вечером прозвучала. И вот пример, каким образом отводится вода, живая вода. И я хотел бы обратиться к нам, родителям, которые здесь слушают, и которые слушают нас по интернету. Не подменяйте источники живой воды. постарайтесь, чтобы вот на самом деле в вашей семье, в мою семью тек источник живой воды. Брат Юрий сказал, что не все то, что мир предлагает, мы должны запускать. Но сегодня не то, что даже христианский мир предлагает, не нужно запускать свой дом. Знаете, мы не должны быть людьми настроения и накачанных эмоций, но здравого рассудка, которому приглашает нас Господь. Мы должны все пропускать через свой разум. Все для того, чтобы в сердце утверждалась истина, не просто эмоционально мы колебались из стороны в сторону. Эту тему, я думаю, мы еще будем продолжать, не просто для того, чтобы вас проинформировать, но чтобы принять активные шаги к действию, чтобы наша жизнь была угодна Богу и хорошим светом для окружающих людей. Вы знаете, в следующее воскресенье, если Бог позволит будет юбилей, пять лет церкви, есть возможность уже сделать какой-то анализ, посмотреть на пройденный путь и посмотреть, каким образом ведет нас Господь. Я глубоко убежден, что верующие люди, рожденные свыше, которые помещены в тело Иисуса Христа, они никогда не безов, то есть они никогда не распадутся. Церковь Христова стояла, стоит и будет стоять, потому что Христос так сказал. И находясь в теле, это привилегия, это благословение, это безопасность, это уверенность, это живая надежда и радость, которая должна вселиться в каждое сердце. И я надеюсь, что каждый из нас, братья и сестры, хочу вас пригласить к усиленной молитве. Вы знаете, что враг старается разрушить. Вы знаете это, и я это знаю. И вы знаете, что он хочет залезть в каждую семью. Иногда это ему удается. Но вот как брат Юрий сегодня напомнил на слове Господня, бодрствуйте, бодрствуйте, стойте на страже. Так что, если Бог позволит, следующее воскресенье мы отметим пятилетие, если Бог позволит. Еще раз хочу это напомнить. Сестры, завтра, 21 октября. Орудия в руках, орудия благодати в руках Искупителя. Это та книга, которую вы читаете, седьмая глава завтра. Так что, пожалуйста, я хочу ободрить каждую сестру. Сестры, берите своих дочерей, берите своих внучат, идите на эти общения. Не игнорируйте теми средствами, которые Бог предлагает сегодня, церкви для духовного роста и для духовного утверждения. Я думаю, что вы понимаете, как родители, и я так понимаю, что мы сами должны стремиться к Богу и тех, которые идут за нами, приводить в присутствие Господне. Но не ограничивайтесь на этом, приглашайте друзей, знакомых. Вы знаете, чтобы на самом деле свидетельство этому миру не просто было на словах, а оно было на деле. чтобы вы, говоря о своем круге знакомых, могли увидеть также, что благодать Христова готова открыться для тех, которые рядом с нами. Ведите их к Богу, показывайте им Бога, чтобы в этом открылась для них благодать спасающая. так что я поощряю вас и братья, поверьте, молятся за вас, сестры, чтобы вы также преуспевали. Хотя и в братьях есть куда подтягиваться, особенно к хору. Вот, в поместной церкви есть большая нужда. Некоторые из вас заулабались, но я могу по именам вас назвать братья и пригласить в хор, чтобы хор зазвучал. Мы как-то думаем, что мы нужны только для того, чтобы принести деньги домой, и чтобы дать возможность их потратить или растратить. Кто как к этому относится. У нас как священников есть более куда важнее задачи. Поэтому пятница вечером как раз тот день, когда ну все вроде бы уже должны приехать с работы, уже вернуться или с Сан-Франциско, или где вы работаете. Придите, поучаствуйте в этом служении, ободрите друг друга и я хочу вас поощрить, братья. умеете петь, приходите пойте, не умеете, брат Борис из тех, который может научить по милости Господней. Не дайте ему правда сорвать его голос, потому что он много старается, мы будем молиться, чтобы Господь благословил его, обращаясь также к молодежи, вот, чтобы молодежь также подключилась к этому служению. это вроде все, мы на этой неделе молимся за поместную церковь, за все сферы служения, которые Бог позволяет нам служить на этом месте, понятное дело иногда нам хочется видеть больше, но Господь и таким образом нас смиряет иногда, и я думаю, что это хорошо, чтобы мы в смирении перед Богом понимали, что Он Тот, Который во всех производит и хотение и действие, ну а наша молитва о тех, в которых это хотение и действие еще не проявляется, так что мы помолимся и о тех. Молимся за Данника Ширука, не забываем за этого молодого человека, он нуждается в наших молитвах, нуждается в Божьей охране, в Божьем водительстве и в Божьем исцелении, прикосновении, да будет милость Господня явлена как в его жизни, так и в жизни семьи, которые активно участвуют в его жизни. Помолимся за Ситруину Березовскую, молимся за Сашу, за Беллу, за Инессу, молимся о том, чтобы Господь благословил тех, вот брат Владимир постоянно говорит, молитесь о моих сыновях, вы знаете, человек уже говорит из своих собственных переживаний, я хочу пригласить нас всех, чтобы мы молились о наших детях, если они на правильном пути, чтобы Бог утвердил, если они совратились с пути, чтобы Бог их вернул, молитва наша не должна простаивать, это то средство, которое позволяет нам соглашаться с суверенной Божьей, волей Божьей в нашей жизни, понимая, что Бог дает нам то, что нам необходимо. Ну что ж, будем молиться. Давайте мы встанем и помолимся Богу. Отец милосердный, мы благодарим Тебя за сегодняшний день, благодарим Господь за то, что Ты обращался к нам через Слово Твое. Оно живо и действенное и помоги, чтобы наши сердца в смирении, принимая истину, покорились и применили ее в своей собственной жизни. Господи, сохрани нас от того, чтобы мы когда-либо разочаровались или в Тебе, или в Слове Твоем, или в молитве. Помоги нам, Господи, вникать в себя и в учение, помоги нам бодрствовать, Господь, быть теми людьми, которые с радостью ожидают явления Твоего. И на самом деле ей, гради, Господи, Иисусе, гради побыстрее, подготовь нас в встрече с Тобой, чтобы каждый из нас был чистый, незапятный в день явления Твоего за своей церковью. Благослови, Господь, также тех, которые еще на пути, на пути грешном, но они нуждаются, Господи, в том, чтобы Твоя благодать, она преобразила их жизнь. Поэтому просим, Духом Святым, веди их к покаянию, наши родные, близкие, друзья, соседи, знакомые, те, которые, Господи, и дороги сердцу нашему, и те, которые незнакомы для нас пока, но Ты можешь сроднить их с нами посредством крови Твоей Святой. Да будет имя Твое благословенное и прославлено во всем. Детей наших в школах благослови, сохрани их, дурного влияния этого мира и дурного развращения их друзей, которые могут по какой-то причине совращать их с истинного пути, храни их, Господи, от зла, от лукавого. Впрочем, все мы нуждаемся в этом. Да, Ника Шарука, благослови Беллу, благослови Сашу, благослови Ольгу Владимировну, Ину Березовскую, и многих других больных, которые восстанавливаются от болезни Келвина, Господи, брата Леонида, который с нами. Мы радуемся, Господь, что Ты благословляешь его. Милосердный Отец Небесный, мы просим также о том, чтобы Ты помог по местной церкви, развивая служение, еще больше прославить Тебя, еще, Господи, лучше, чтобы мы, смиряясь, Господь, превознесли Тебя и Твое святое и славное имя. А сейчас, Господь, мы просим Твое благословение, когда мы будем ехать по домам. Господи, храни нас в Твоих сильных руках благодати. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь, Бога Отца, и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. Будьте благословены, дорогие братья и сестры, да хранит каждого из вас Господь. Нехази. Будьте благословим, рады. Будьте благословим, гармiram. Будьте благословим, зарабляемого